добрый день друзья очередная распаковка у окна я всегда прислушиваюсь своим подписчикам и когда вот было был период когда всякие дикие совершенно смартфоны я обозревал брал на обзор начали писать где новинки почему нет новинок ребята вот новинки есть есть новинки xiaomi redmi но 4x господи как их много стало вот он пришел но но его мы обозревать будем чуть попозже сейчас пока закончим с бюджетными интересными смартфонами с поддержкой 4g okitel c5 pro почему мы сегодня поговорим о данном девайсе и потому что сейчас обратите внимание когда будет видео на канале сейчас проходит распродажа да и потом когда этого распродажа пройдет цена на этот на это устройство будет падать однозначно будет падать и со временем как его и предшественник okitel c4 этот этот смартфон станет наверно самым доступным бюджетным смартфоном с поддержкой 4g работой работой а в lte сетях c5 pro 5-дюймовая диагональ дисплея с разрешением hd все необходимые сенсоры присутствуют android 6 0 ребята вы знаете это самый гиковский смартфон из тех вот которые были у okitel зайдите на тему 4pd ссылку оставлю в описании штук 20 уже на него есть кастомных прошивок вы представляете и производитель обещает что будет android 7 0 будет версия обновлена до android 7 0 но и даже если производитель вдруг забудет о своих обещаниях потому что okitel сейчас очень много новых моделей на рынок выходит вполне возможно что и не дойдут руки до обновления всех вот текущих новинок на новейшую версию по крайней ближайшее время но вот неравнодушные люди уже пилят кастомы на этот девайс зарядное устройство стандартная 5 вольт 1 ампер евро вилка здесь все нормально какой-то желтый короткий провод usb micro usb вот здесь вот только написано наименование бренда okitel и посмотрим что нас ждет вот в этом пакетике отличная вообще идея okitel что они практически все сейчас новинки у них идут с такими вот силиконовыми чехлами это очень удобно на самом деле особенно первых порах потом можно уже что-либо и до заказать вот так вот все это дело выглядит чехле что интересного можно сказать об этой модели видите здесь усиление по краям то есть он как бы заявкой на такую противоударность он плотный чехол есть даже видео в сети производителя где там этот телефон в этом чехле кидают роняют в общем он выдерживает все производитель на различных промо материалах промо видео позиционировал телефон как такой продвинутый бюджетник металлический каркас что такое snc технологии обработки вот видите вот эти росточки по краям вот это и есть сенсии так понял технология обработки антиабразивное покрытие то есть не скользкая я не знаю как антискользкая как правильно сказать то есть предотвращает скольжение аппарата в руках и она действительно шершавая поверхность вот такая вот структура интересная то есть изготовление таких крышек тоже требует определенных там технологических возможностей от производителя телефон небольшой 5-дюймовая диагональ все-таки очень востребованная именно вот такого размера аппараты аппараты они мне кажется довольно интересное настоящее время потому что не всем нравятся такие вот лопата фоны так по крышке я смотрю здесь все нормально и так сверху micro usb разъем под 3 с половиной миллиметровый мини джек микрофон снизу больше ничего снизу нет на правой грани расположенный металлический кнопка питания и испаренная кнопка регулировки громкости однодиодная вспышка вот здесь какая-то наклейка говорящая о том что нужно обязательно снять защитный скотч с аккумулятора давайте откроем где здесь эта выемка а вот она очень очень хорошо спрятана тонкая крышка много защелок это хорошо потому что здесь усилитель есть такой вот видимо для того чтобы не продавливалась вот аккумулятор не очень емкий у данного смартфона два гигабайта оперативной памяти 16 встроенной ребят mt6737 с поддержкой 4g об этом чуть позже micro 7 micro 7 micro sd карта довольно аккуратная сборка вот здесь вот находится пломба посмотрим аккумулятор на 2000 всего миллиампер часов вот его данные вот скотч который нужно убрать ну смартфон даже без аккумулятора довольно тяжелый вот видно как проходит шлейф и вот так вот все это дело выглядит в разобранном так сказать виде вес аккумулятора 40 грамм собран неплохо смартфон вот я видите он хоть и продавливается немножко в центре но в принципе ничего здесь не скрипит не люфтит и видно что вот стекло защитная экрана довольно неплохого качества опять же производитель заявлял о том что она имеет какие-то противоударные свойства не знаю ударять не будем 178 грамм весит смартфон лукетель вообще очень тяжелый принципе смартфоны потому что и экраны хорошие и металл вот здесь вот не пожалели давайте снимем пленочку транспортировочную под ней есть под ней есть защитная пленка наклеена неплохо вот здесь внизу только ну на первое время пойдет вот здесь вот видны глазки под датчики насчет индикатора событий не уверен глубоко расположена утоплен разговорный динамик я не очень люблю такие вещи потому что пыль будет очень сильно забиваться со временем если в кармане носите далее без подсветки назад домой меню клавиши сенсорное управление без подсветки прокрашены запустим смартфон у кителя очень узнаваемый такой алаунчер иконки только на у китель к 10000 вот было немножко перерисовано стилистике а на всех остальных смартфонах мне лично нравится кому-то кажется немножко детскими в общем отзывы читал разные кому-то нравится кого-то кому-то нет но ребят это не проблема можно сторонне поставить и что он душе угодно там воротить дальше очень симпатичный смартфончик на эту штуку на тоже убрать что-то я ее оставил мы уже сняли наклейку так что мы исполнили рекомендации производителя и вот так вот все это дело выглядит сзади черного цвета золотого есть и белого цвета там неплохо тоже симпатично смотрится крышка так мультитач по моему здесь на два на два касания всего так смотрите немножко дрожит так давно не запускали честно на казахском языке давайте посмотрим как все это дело здесь выглядит по поводу экранов мне всегда нравятся экраны окитель они всегда неплохого качества с хорошим запасом яркости и здесь я думаю будет та же ситуация так от максимальной максимальный запас яркости яркий светодиод довольно то есть фонарик неплохой и вот так вот в это дело выглядит в руке ну сейчас посмотрим что он ждет внутри как чаще всего ребят бывает у компании у китель очень мало предустановленного софта то есть google сервисы как видите уже все присутствуют есть возможность смены тем оформления пока вот такие вот только две темы есть два варианта баган кейборд я не знаю наверное тот то программное обеспечение продает у китель них какой-то договор с этими с баган и с кем-то чтобы размещали вот эти вот приложения загрузка в режиме turbo присутствует смотрим предустановленные функции что у нас здесь есть из коробки жесты переход переключатель музыки перемикач музыки кто знает напишите что это такое и советую вообще такими вещами не пользоваться экран мира vision присутствует очень удобная утилита адаптивная регулировка присутствует датчик освещенности освещение здесь есть так называемый light сенсор так звуки уведомления рингтоны к сожалению нельзя поставить звук нормальный запас по громкости неплохой бюджетный звук но в принципе не пропустите в общем телефонный вызов я имею ввиду что рингтон нельзя будет поставить отдельные рингтоны на от каждую из сим-карт то есть два отдельных рингтона не получится вам установить штатными средствами приложения хранилище из 16 гигабайт как видите 11 с половиной свободно то есть вот под систему забрано совсем мало либо некорректно отображается 1 и 5 гигабайт свободно из встроенной памяти оперативной и можно посмотреть на ситуацию с программами с приложениями которые работают в кэше в настоящий момент так что еще спец возможностей ничего интересного нет судя по всему индикатор событий здесь нет потому что нет приложений которые отвечают за его работу и по моему я нигде не встречал чтобы говорили о том что он здесь есть и по поводу версии программного обеспечения вот здесь вот данные по памяти название модели версия android 60 ребят вот недавно только появилась android 60 а уже как бы он и не такой уж актуальны и все хотят семерочку все хотят семерочку этот аппарат по заверению производителя семерку все-таки наверно получит а если получше уж сказал что если кастомные сборки есть как-то бета версия уже 7 android на этот аппарат в общем здесь для тех кто любит заниматься прошивками полная раздолье очень много прошивок я прям удивился сама тема на 4p до небольшая зато прошивок куча просто уже куча на этот аппарат так есть возможность видите установки обои на рабочий стол и на лог скрин отдельно пак с обоями не очень большой вот эта обоина уже в нескольких аппаратах прям встречалась на рендерах на всех промо вот такая обоина была на этом аппарате вот так вот все это дело выглядит давайте посмотрим как работает камера для теста камер работы с макроснимками вот я использую такую вот маленькую сечку на многих фотографиях он выглядит очень таким большим но на самом деле ведь он очень-очень маленький так ну давайте сейчас попробуем вас фото посмотрим как обычно стандартный интерфейс камеры по поводу пикселей 8 мегапикселей если мы сделаем во весь экран то 1 мегапиксель получается поэтому сделаем максимальное разрешение здесь камера по моему очень очень бюджетная и видео в только hd на этом чипсете так автоматическая фокусировка при фото присутствует в общем от камеры ничего мы здесь особого не ожидали и мы особо ничего не получили фронталка работает все нормально и потестируем звук тестируем запись видео и запись звука на смартфон локитель c5 pro к сожалению фокусировка только по тапу автоматической фокусировки при записи видео нет вот я сейчас тапу по экрану ребят так все это дело выглядит в принципе цвета передает правильно ничего здесь не плывет экспозами работает корректно ну выглядит в принципе все неплохо не знаю как это в итоге будет как это все дело будет когда вы послушаете непосредственно оригинал ролика но вот на экране смартфона выглядит неплохо и так только hd разрешение формат сохранения видеофайла 3gp к сожалению к сожалению смартфон не работает соус аутиджи не поддерживает этот формат внешний накопитель мышки флешки к данному смартфону приконнектить вот такими стандартными способами не получится увы проверил наличие индикатора событий нет индикатора событий здесь нет нужно будет пользоваться если для вас это важно и нужно сторонним софтом но лет есть например такое приложение очень удобная в принципе с большим функционалом внешне смартфон выглядит неплохо но теперь попользуемся немножко и во второй части нашего тест-драйва я расскажу о своих впечатлениях уже более осознанно более конкретно